Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. И сегодня я хочу поделиться с вами обалденным рецептом приготовления дрожжевого теста. Это самое лучшее дрожжевое тесто, которое когда-либо приходилось мне пробовать. Готовится оно очень просто, достаточно быстро, минимум ингредиентов и супер результат. Обязательно попробуйте приготовить такое тесто у себя дома и приготовить вкуснейшие пирожки. Итак, для приготовления нам понадобится 50 грамм дрожжей, дрожжи обычные, не сухие. 1 стакан кипятка, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, мука и 2 столовые ложки али. Друзья, нам понадобится 2 миски для приготовления теста. Одна поменьше, другая побольше. Итак, берем большую миску и крошим немножко наши дрожжи. Кладем приблизительно 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки сахара. И заливаем наши дрожжи теплой водой, вот стакан теплой воды, не кипяток. Кипяток нам понадобится в другую миску. Просто стакан теплой воды, ни в коем случае не горячей. Вода должна быть чуть-чуть теплее комнатной температуры. Немножечко размешиваем ложечкой. И теперь даем нашим дрожжам немного побродить. 20-30 минут они должны постоять в теплом месте. Идеально для них температура где-то 40 градусов. То есть мы ее ставим либо возле газовой плиты, если что-то готовится, либо возле батареи. Главное дрожжи не перегреть, но также ни в коем случае они не должны быть в холоде. Поэтому 20-30 минут они будут стоять у меня в теплом месте. В меньшую миску я наливаю 2 столовые ложки растительного масла. И кладу также 2 столовые ложки муки. Хорошенько перемешиваю растительное масло с мукой. Варим вот эту небольшую массу стаканом кипятка. Налили кипятка и вымешиваю растительное масло. Ни в коем случае не выливайте стакан кипятка сразу, иначе у вас получится комочки. Часть добавили и вымешали, чтобы была однородная масса. Теперь пока дрожжи бродят, наша смесь будет остывать. Так как мы потом будем это все соединять и она должна быть уже достаточно не горячей. Поэтому оставляем остывать смесь. Дрожжи бродят и встречаемся через 20-30 минут будем замешивать тесто. Дрожжи взялись немного шапочкой и вот эта смесь остыла. Теперь смешиваем все это дело. И теперь замешиваем тесто. Добавляем муку. Тесто необходимо нам замесить не крутое. Оно должно быть достаточно мягким, но не липнуть к рукам. Мы муку добавляем частями. Часть добавили и вымешали. Вот сколько возьмет наше тесто. Сейчас будем смотреть по ходу. Мука у всех разная, поэтому всем понадобится разное количество муки. Кладем еще муку. Рецепт смотрите наше тесто. Когда тесто уже густеет, Его уже невозможно вымешивать ложкой. Присыпаем стол мукой. Выкладываем тесто. Хорошенько вымешиваем тесто руками. Тесто очень хорошее в работе и с ним очень легко. Такое тесто может сделать абсолютно любое. Мое тесто уже готово. Я его хорошенько вымешала. Муки больше я не подсыпаю, не добавляю. У меня пошло приблизительно 1 кг муки на вот такое количество теста. Посмотрите, тесто должно быть мягкое, не крутое, но также не прилипать к рукам. Это такое тесто, что в принципе его можно жарить сразу же. Но в идеале, конечно, ждать немного тесту подняться. То есть оставляем на 20-30 минут в теплом месте. Если у вас этого времени ждать нет, можно сразу же приступать к жарке. Но мы подождем 20-30 минут. Друзья, наше тесто посмотрите, как поднялось. Вот я его даже замотала пищевой пленкой. Вот смотрите, тесто даже порвало пленку и вот так отлично оно у меня поднимается. Теперь с ним можно работать и делать все, что угодно. Обязательно попробуйте этот рецепт. Как вы видите, он очень простой. Тесто вообще реально очень классное. Я уверена, вам оно пригодится и понравится. Я желаю вам всего хорошего, друзья. Встретимся с вами в новых выпусках. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. Всего хорошего вам и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok